Я помню чудное мгновенье Как гений чистой красоты Ко мне ни грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты И снились милые черты Шли годы бурь по рифме тежный Просил прежние мечты И я забыл твой голос нежный Твои небесные черты Я начну с воспоминания Это было первое мое боевое испытание Только меня в феврале назначили помощником А в июне состоялся За всеми уже забытый Кризис Ну, кризис Снова был Нет В хорошем смысле кризис Это был кризис обычный Для государства Где есть разделение властей Потому что Госдума захотела Объявить вотом недоверие правительству И тогда мы придумали конструкцию Дело в том, что Дума-то может объявить вотом недоверие Но есть еще в Конституции хитрая вещь Правительство может войти с предложением о доверии к себе И там разные сроки И на этих сроках мы сыграли А тем временем была договоренность уже с Зюгановым Это уже к Конституции не относится Это уже аппаратные вещи, которые присутствуют везде и всегда И удалось таким образом перекрыть Хотя он бы все равно не состоялся Я чуть позже объясню почему Итак, самые главные нарушения Конституции Я их вынужден разделить так же, как Это мало кто делает И не принято среди конституционалистов Дурным тоном считается делить Конституцию Но я лично делю Потому что, чтобы людям, прежде всего, объяснять Так вот, ты напомнил Статья 3 Народному суверенитете Действительно, источником власти Носительного суверенитета Является многонациональный российский народ И другие статьи о том, что есть разделение властей Что российская С чего начинается Российская Федерация Россия Демократическая Федеративная Правовое Государство С республиканской формой правления И там еще в других статьях Что оно социальное Что оно светское Прекраснейшая статья 13 Завоевание, можно сказать Демократической Революции О многопартийности О политическом И идеологическом Разнообразии И много Вот всего Прекрасного И это все прекрасное Заканчивается Статьей 17 17 Статей А нет, вру Там потом идет Голова Тоже прекрасная Права и свобода человека и гражданина Так вот Я предлагаю Забыть про это И не удивляться Что эти вещи Не действуют Надо Собственно говоря Смотреть А в общем-то Конституции Так и рождались Во всяком случае Первые конституции Американская И польская Первая самая польская В Европе польская Да, она в мае 91-го года Семьсот Семьсот А во Франции В сентябре Ну неважно Правда Она не называлась Конституцией Она основной Закон Основные государства Я сейчас не помню Но не конституции Ну неважно Это Я уйду далеко Как устроена Власть Вот Собственно говоря Мы До сих пор не понимаем Вот этой причины Следственной связи Мы думаем Что Есть Права наши Есть Нормы Декларации О суверенитете О плюрализме И так далее И так далее А выйдешь на улицу Или даже Сидишь дома И всего этого не видишь Я вот пытаюсь Доказать Что Со мной спорят Мои коллеги Что Ну конечно Не решающим Может быть Образом Но очень большим Образом То Что есть В статьях В главах Начиная с третьей И кончая девятой Вот От этого зависит Наша жизнь Но мы к этому вернемся Я все-таки Про нарушения Какие бывают Нарушения Я еще раз говорю Хочу их разделить На несколько видов Легальные нарушения Через законы Или через Действия Президента Или через Указы Президента Ну во-первых Мало кому Приходит в голову Что закон о Противодействии Терроризму Как он точно Называется Он вводит Есть понятие такое У юристов Особый Административный режим Ну есть Когда не действует Конституция Она действует Да Ужимается Да Ужимается Комендантский час Это чрезвычайное Положение Военное Положение Режима Контртеррористической Операции Конституции Нет Это первое нарушение Собственно говоря Весь этот закон Он Нарушает Конституцию Ну нам До этого дела Мало Ну надо с террористами Бороться Значит будем бороться Таким образом Вон и Валерий Дмитрий Зорькин Оправдывает Изменение Позиции Конституционного суда Как раз Борьбой с терроризмом Дальше Право Ну это уже Все знают Право президента Представлять Для наделения Эффемизм Для наделения Полномочиями Кандидатуры Для наделения Их полномочиями Глав Субъектов Федерации Проще говоря По народному говоря Назначение Губернатора Это было признано Конституционным судом Соответствующим Конституцией Я сейчас не буду это Рассматривать Но С первого раза Никакого Второго раза не было Ну что Второго раза бы Не допустили И это невозможно Но это Прямое нарушение Конституции Я сейчас не буду доказывать Студентам я доказываю Через Не дух даже Конституции Нарушены буквы Конституции 72 71 78 Статей Дальше Это уже Да Вот еще одну кадровую Полномочия Президента Тоже прошло Всем до лампочки В общем-то А это серьезная вещь Президент Где-то года три назад Теперь Приобрел Право Представлять Кандидатуры Для назначения Их Председателя Счетной палаты Заместителя Председателя И всех Аудиторов Это Что получается Лицо Которое Наиболее близко Соприкасается С исполнительной Властью Фактически Не юридически Является Частью Главой Исполнительной Власти Он Фактически Назначает Тех Потому что Дума Выберет Кто будет контролировать Эту самую Исполнительную Власть Это прямое Нарушение Конституции Потому что Счетная палата Это орган финансового контроля Парламента Летит к чертову Разделение Власти Дальше Ну Сам Конституции Парламент Он должен Или кто их должен Парламент Контроль Конечно У нас По нашему Концепту В общем-то Он и доминирует В разных странах Тем более У нашего парламента Почти нет других Контрольных Сейчас Разрабатывается Законопроект О парламентском контроле Но это Как и о парламентских Расследованиях Будет Необязательно Ну Хорошо Я в этом смысле Пессимист Дальше Летнее нарушение Прямое нарушение Это правда уже не через закон Через просто Отсутствие Каких-либо Обращений Я имею ввиду Введение Точнее Использование Вооруженных сил За пределами Российской Федерации По нашей Родной Конституции Для этого требуется Утверждение Совета Федерации Он Формально Даже Наверное И не мог бы этого сделать Потому что Не было Обращения Другое дело Зачем Понадобилось нарушать Вполне Мог бы Проштамповать Естественно Моментально Но тем не менее Дальше Вот тоже Нарушение Которое у всех сейчас На слуху Я уже дал Миллион комментариев По телефону В новой газете Статью Опубликовал Но это Никому Мало кому интересно Только Политизированным Вот вроде нас Хорошая погода Мы здесь сидим И рассуждаем О Конституции Так вот Речь идет О Представлении Президентом Кандидатур И Верховного суда И Высшего арбитражного суда Председателей И теперь Конституционного суда Это было уже нарушение Потому что Объясню почему Это нарушение Дело в том что По Конституции Сказано что Президент Представляет Совет Федерации Кандидатуры Судей Конституционного суда Верховного суда И Высшего арбитражного суда То есть Он не имеет Полномочий Как бы определять Кто будет начальником В этих судах Но По закону О статусе судей И по закону Судебной системе Российской Федерации Президент Такое право Получил Хотя Де факто Должен в справедливости Сказать Фактически Председателем Назначал и Борис Николаевич Судов Общий юридивец Тогда была какая-то реакция Реакции не было Реакции не было Ну реакции не было И до сих пор Потому что Конституционный суд Только вызвал реакцию А вот это Право Представлять Кандидатуру Председателей Оно Должно было бы Но только в работах Специалистов Говорилось Что это Выстраивание Прямой Зависимости Потому что там Через председателя Я не буду сейчас долго объяснять Действует Это отдельная вообще Тема для обсуждения Действует Своя Как бы Судебно-административная Вертикаль Поэтому Удивляться Что судьи Замордованы Правда Они и сами не хотят Быть самостоятельными В большинстве своем Как показывают Социологические опросы Но тем не менее Замордованы Именно Председательским корпусом Но я сейчас не об этом Поэтому не буду Углубляться в эту Материю Ну и последнее Я бы назвал Нарушение Конституции Хотя оно Может быть Не так Явно Видно Это Образование Следственного комитета И очень странный Статус Председателя Следственного комитета При прокуратуре Российской Федерации Потому что Если посмотреть Закон Который Регулирует Это Мы увидим Что фактически Вернее Юридически А фактически Тем более Председатель Следственного комитета Он Не подчиняется Генеральному Прокурору Тем самым Нарушается Норма Конституции О том Что прокуратура Является Централизованной Системой Так вот Ради справедливости Еще скажу Что Нарушения Были Нарушения Были И раньше То есть Ну например Преснопамятный Указ Президента О Я даже записал О неотложных мерах По защите населения От бандитизма И иных проявлений Организованной Преступности 14 июня 1994 года Вы помните наверняка Который Просуществовал Несколько лет Хотя были Большие очень Протесты И я помню Юрий Батурин Когда тот был Помощником Президента Не отказался Визировать этот указ Тем не менее Он вышел Который Предоставлял Право задерживать На 30 дней Без предъявления Обвинения Ну потом Слава Богу Тихо Потом уменьшил Нет Он просто Почти Сначала перестал действовать И он редко применялся Но тем не менее Это факт Но потом отменили Да Где-то 96 Так вот Теперь ситуация Изменилась Каким образом Президенту Ельцину Если он Ишел На нарушение Конституции Хотя конечно По количеству сравнить Вряд ли можно Если ишел То он Либо Принимал То есть Действовал Решение Принимал О чем-то Либо Оформлял Это нарушение В форме Указа Ну вот В частности Указа По 30 суткам Задержания Теперь Если проанализировать Указы Президента Они совершенно Диетические Ну Большей части Нету смысла Президенту Брать на себя Ответственность Потому что Все практические Нарушения Которые я перечислил Они все Оформляются Законами Президента Есть в теории И это На практику Очень сильно На практику Сильно влияет Такая Конструкция Точнее Теоретическая Концепция Скрытых Полномочий Президента Впервые О них заговорил Конституционный суд В 1995 году Когда рассматривал Чеченское дело Так называемое Что это такое? Президент Статья 80 Назван Пышными словами Иногда С иронией Гарант Конституции Гарант Прав Свободы Человека Отвечает За Суверенитет Территориальную Целостность Обеспечивает Согласованное Функционирование Органов Государственной Власти И определяет Основные направления Внутренней Винничной Политики Конституции Конституции Суд Конституционный суд Конституции Второй вид. Да, второй вид. Его можно, конечно, не выделять, но я его не мог не выделить. Я его называю эстетическим нарушением Конституции. Что я так понимаю под этим? Это совершенно неприличная скорость, с которой принимаются законы, по которым есть, особенно если они в общественном мнении обсуждаются, и проекты которых вносит президент. Больше того, может быть вы помните, как осенью случилось. Рызнов сказал, да мы поправки Конституции. Это первые поправки Конституции российской. Первые. Это же надо, ну хотя бы для приличия, подискутировать было. А он говорит, мы примем в трех чтениях. Правда не приняли. Видимо, им кто-то подсказал, что это уж совсем неприлично сразу в трех чтениях принимать поправки Конституции. Тем не менее, они прошли со скоростью 18 метров в секунду. Увеличение сроков плюс отчетность правительства. Ну вот эти все три поправки. Увеличение срока президента, увеличение срока думы и отчетность правительства. Тоже фикция в этой системе, о которой я сейчас вам скажу. Перед Государственной думой. Но в конце концов, и так же как сейчас прошла неприличность с неприличной скоростью, это разве парламент, назначение председателя, ну будем говорить проще, назначение. Потому что представление, это долго говорить, это фактически не так. Назначение председателя. Конституционного суда я имею ввиду, да. Ну и третий вид, если можно так сказать, это все, если перечислять, то нам с вами не хватит, наверное, месяца. Потому что это перечислять все факты, вопиющие, менее вопиющие нарушения наших прав. Поэтому говорить о том, что Конституция в этих частях, в самых важных частях, по второй главе Конституции, права и свобода человека и гражданина не нарушается, это вряд ли кто на себя возьмет смелость так утверждать. Причем нарушается, нет, нарушается везде. Но самое это страшное происходит в том, что нарушая права, творя произвол в отношении граждан, государство ни от кого не получает по рукам. Поэтому я не виню. Это вот есть в экономике понятие рациональное поведение. Вот это рациональное поведение чиновников. Если они знают, что для каких-то своих целей, может быть даже очень высоких, они могут безнаказанно довольно нарушить чье-то право субъективное, и им за это ничего не будет, они нарушают, естественно. Другое дело, каковы мотивы. Кстати, о нарушениях, когда было десятилетие, вот новая газета меня попросила просто взять и выделить красным. Тут только перечисление. Тут текст Конституции, но тут не красным выделим, тут просто полужирным шрифтом выделены те нарушения, которые я счел, и они сказали, что это, конечно, субъективный взгляд. Она почти испечатлена. Сейчас, конечно же, больше уже почти весь текст будет полужирным. Почти, но не весь. Я перехожу, может быть, к самому главному. Потому что, вот Игорь вначале говорил, что Герузельский не могли в ЦК найти Конституцию. В принципе, может быть, Конституции нет и сейчас в администрации президента, но она точно есть почти у каждого на столе в ГПУ, в Государственном правовом управлении. Собственно говоря, не думаю, что этот президент заглядывает в Конституцию, ему это и не нужно. У него для этого есть аппарат, ну, может быть, стоит она и так далее. Но я к чему говорю, что в сравнении и с советским временем, и в сравнении с временем стран народной демократии, эта Конституция действует, действует и действует достаточно четко. Хотя бывает нарушение и внутри, я уже некоторые назвал, внутри этих глав, которые описывают, как строится и функционирует сама государственная власть. Так вот, моя гипотеза, что... Ну, они поменяли, да, внесли поправки. Но опять-таки мы понимаем, о чем эти поправки. Не о том, чтобы баланс сделать между властями, а у нас она дисбалансная Конституция в этом смысле. А о том, чтобы просто удлинить сроки. Но тем не менее, вот эти главы с 3 по 8 никак не мешают властвующей бюрократии совокупно делать практически все. И вот даже удивительно, вроде там ельцинские времена, пусть их по-разному называют эти 90-е годы, но после революции по-другому, если я ошибаюсь, поправьте меня, но после революции вряд ли можно ожидать любой революции, что-то другое. Но один образ властвования, да, все-таки, при всех наших претензиях, и моих в том числе, и сегодняшний образ, и это все одна Конституция. Почему, спрашивается? Почему мы вообще стоим перед выбором? Быть демократической стороной или не быть? Ну, он не провозглашается прямо, потому что прямо никто не может сказать, потому что придется отменять первую статью Конституции. Но, говорит, а это и есть демократия. Только она вот может быть такая, сякая. Это наш особый путь и так далее, и так далее. И все. Почему это происходит? Я уже на эту тему написал две книжки, и все равно со мной многие не соглашаются, и я бы хотел, может быть, чтобы это, может быть, стало предмет сегодняшней дискуссии. Хотя, конечно же, мы с вами ответа не найдем. Так вот, есть два, две позиции. Первая позиция состоит в том, что ее очень любит Радзиховский озвучил. Я бы в ежедневном журнале, его, во всяком случае, время от времени, появляются его статьи. А что с таким народом мы будем иметь то, что имеем. Он выражает достаточно распространенное мнение. Люди вполне нормальных, демократических, я не знаю, каких угодно вот таких, нормальных, здоровых, для меня здоровых убеждений, тоже считают именно так. И второе. А тогда что, если народ хороший? Тогда вот я хочу интер беседа, интерактивная. Я тебе с удовольствием. Скажи, что? Что мешает? Да. Ну, целый ряд вещей, но страх. А. Машина контроля, бюрократия, ФСБ. А, понятно. А почему ФСБ это мешает? Почему машина контроля работает? Ну, почему у меня в университете главный человек это ФСБшник? А почему? Он мне не дает три года читать лекции в университете. А почему? Вот я и спрашиваю, а почему? Ты не знаешь, да? Потому что это требует тоже ответа. А почему ФСБшник главный? Потому что за ним государство, а за мной кто? А почему государство, которое здесь сказано, что оно правовое, демократическое? Нет этого государства. Так вот, ну вот это все лирика. Вот то, что ты сейчас сказал, это лирика. Страх. Это все, конечно же, присутствует. Но моя гипотеза, вы меня можете за это тоже бить, и я уже привык к этому. Тебе уже досталось чувствовать. Да, пошей надавали. Моя гипотеза сводится к следующему. Но если быть кратким, вот то институциональное устройство, которое заложено в Конституции, оно на вид, и вот Игорь сказал, очень симпатичное, крепкое, эффективное, как ты сказал правильно, на вид вполне достойно. Разделение властей, вот умнедоверие, что там еще, импичментом, приостановление актов. Вот вам сдержки и противовесы. Но если мы возьмем простое, просто замечательное стекло и посмотрим, то мы увидим жуткую диспропорцию властную. Я попробую, и на этом я закончу, просто кратко. Между прочим, Лассаль говорил, да не надо переписывать Конституцию, ребята, вы лучше выходите на улицы и там меняйте. Он был сторонник Конституции фактической. Вот там надо менять Конституцию, как он говорил, это соотношение сил в борьбе, потом Ленин добавил, в классовой борьбе. Можно и таким образом, но это и будет расценено как экстремизм, и на самом деле и малоэффективно. Я, да, за то, чтобы менять, вернее, я не говорю, чтобы менять, я говорю, что большая часть причины того, как мы живем, заложена в этих скучных нормах. Я попробую вам это объяснить. Хорошо, что нет здесь практически тех, с кем я уже спорил, потому что не люблю повторяться. Так вот, спрашивается, почему главный начальник в стране президент? Потому что, не потому что, как заявил Дзюганов после принятия Конституции 1993 года, у президента больше полномочий, чем у русского царя, саудовского шейха и египтского фараона вместе взят. Это он, правда, ему было невдомек, что это он говорил об абсолютизме, где говорить о полномочиях вообще нельзя, потому что это вся власть. И на самом деле дело не в полномочиях. Я за то даже, чтобы у некоторой полномочий президенту еще и дать. Дело не в количестве полномочий. А дело в том, и, собственно говоря, на этом строится. Мы вот ограничиваемся разделением властей. А дальше, что за этим стоит? Иногда говорим, сдержки и противовесы. И тогда должны мы сказать, а может ли кто-то сдерживать президента? И противовес, вешивать ему гражданское общество. Гражданское общество. Правильно. Это верно. Это верно. Но где оно? Оно должно быть воспитано. Нам говорят, оно будет воспитано через несколько поколений. Но, на мой взгляд, оно будет воспитано совершенно не в гражданском ключе, потому что нету основы такого движения. Я бы согласился и успокоился бы, если бы знал, что через поколение это все разовьется, не развивается. По одной простой причине. Вот нам, мы сегодня перед началом говорили, как нам, ну не нам, нашим согражданам мозги промывают. Вы-то люди опытные, знающие, читающие. А миллионы-то людей этого всего не знают, а им промывают мозги. Почему безнаказанно можно промывать мозги? И вообще, почему доминирует одна только, одна картина мира? Один взгляд на мир. Почему доминирует именно такая внешняя политика? Почему доминирует иногда хорошая, иногда плохая, такая внутренняя политика? Почему нету никакого противовеса, оставив в покое гражданского общества? Ну, не может оно. Вон, выходит на флешмобы, и что получается? Выходит-то в десятки от силы сотни человек. Так вот, нету в Конституции средств что-то противопоставить президенту. Вы мне можете сказать, но Ельцин-то противопоставляла Думу. Она противопоставляла, да, кое-что, но не в конституционном ключе, а скорее в политическом. И Ельцин, конечно, вынужден был оглядываться на Думу. Но, в принципе, ему ничего не стоило, если бы она задумала реализовать хоть одно свое конституционное полномочие по сдержке президента. Нет, не эпичмент. Нет, 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 я про другое говорю. То ее бы не было. Вот этого конкретно состава. Почему? Смотрите, что происходит. Во-первых, у нас есть в Конституции норма, которая пришла, прямым образом пришла из Советской Конституции. Это норма, позволяющая президенту определять основные направления внутренней и внешней политики. Вы вдумайтесь, что это такое. Это значит, забудьте про разделение властей, если один субъект определяет политику. Но, мало того, Конституционный суд подыграл президенту, потому что сначала в 1999 году, а потом в 2002, он сказал, что да, эти основные направления обязательны для правительства. И потом сказал, что эти основные направления, которые президент определяет, они обязательны и для Думы. И правильно тогда Грызлов говорит, что Дума не место для дискуссии. Мы должны реализовывать направления политики, которые определяет президент. Один субъект определяет политику. Вы мне можете сказать, ну, в конце концов, записать можно что угодно. А может ли он? Я вам покажу на пальцах, как президент это может сделать. Прежде всего, через что он определяет эти приоритеты? Через деньги, через бюджет. Кто, у кого бюджет? Прежде всего, бюджет у правительства. Оно вносит проект бюджета и отчитывается за его выполнение. А правительство-то чье? Что, вот сегодня говорят, мечтают грызловцы, и Путин это обещал, как бы приманку. Правительство партийного большинства. Я студентам моделирую. Даже если будет не единая Россия, а, скажем, если быть реалистичным, не либералы, которых вроде и нет легально. А пусть те же коммунисты. Смогут ли коммунисты реализовать свою программу? Не смог при президенте некому... Если будут доми иметь большинство? Да. Если что, так и при Ельцине они же имели большинство. Да. Не получили. И не смогли. Я поясняю почему. И правительство, даже если будет полностью коммунистическим, оно ничего не сможет сделать. Смотрите, что происходит. Первое. Я думаю, что вы знаете эти вещи, просто напомню, наверное. Первое. Как странно устроена у нас система разделения властей. Кто вносит кандидатуру премьера? Президент. Ничего страшного нет. Но что происходит после этого, пишет Конституция, что если три раза не понравится эта кандидатура, то не президент это снимает кандидатуру, а Думу, он обязан причем отправить в отставку, распустить. Обязан. И после этого премьер получает даже большую легитимность, потому что он становится полноценным премьером. Без согласия Думы. Потому что, если предположить, что она не согласилась. Почему мы не удивляемся, что и во времена Ельцина, и во времена Путина, ну пока у Медведева не было таких случаев, президент представлял кандидатуру премьера, и все, ну не со свистом проходили. При Ельцине, во всяком случае, но проходили. Была одна закавыка, если вы помните, это сентябрь 98-го года. Но тогда, я думаю, что Ельцин сам просто испугался уже каких-то народных волнений. Потому что Черномырдин он второй раз представил, и второй раз он не прошел, и тогда ему пришлось на Примакова его заменять. А так все проходили. Я помню, как Зюганов смеялся над Путиным при его избрании премьером еще в 99-м году. Ухмылка, я помню, просто помню, по телевизору показывали. Посмотрим, что этот там сделает. Все проходят. Потому что какой смысл депутатам бороться против этого, если снова им придется залезать в карман своим спонсорам для новой избирательной кампании, причем с неизвестным результатом. Дальше. Вы мне можете сказать, но и так, в принципе, вообще вот таких стран нашей модели в Европе я насчитал порядка девяти. Это большинство балканских стран, плюс Франция, плюс Португалия, плюс Польша, ну и Хорватия, Словения, Македония, Болгария. Ну и почти все страны СНГ. Но СНГ я не беру. Там отдельная история. Так вот, имеют эту модель, но она там почему-то работает. Модель можно назвать, ее называют юристы смешанной или полупрезидентской, ее можно назвать двугорбой, двухвершинной, потому что есть и сильный президент, и сильное правительство. Так вот, вы мне можете сказать, что Дума может побороться с правительством, которое ее не устраивает. А я говорю ничего подобного. Потому что, если Дума выразит воду недоверия или не поддержит доверие правительства, президент может либо отправить в отставку правительства, но зачем ему это нужно, если это его правительство, либо отправить в отставку Думы. Поэтому тоже ни одного вот ума доверия не было и не будет, я вас уверяю. Только если что-то, не дай бог, такое уже острое случится в стране. Но это уже, еще раз говорю, не дай бог. Дальше. Почему правительство-то президентское? Да потому что есть тоже норма, которой нет ни в одной из вот этих конституций, которые я вам назвал, с той же моделью. Очень странная и, я бы даже сказал, страшная норма. Потому что, да, президент представляет премьера, это понятно. Президент назначает министров, там, формально по предложению премьера, это понятно. Это есть и в других. Но, главное, не как меня назначают, а кто меня увольняет и за что. Так вот, наша конституция, родная, говорит, что президент, ну я, конечно, перефразирую, но смысл такой я могу вам сейчас зачитать. Что президент, ежели станет с левой ноги, то правительство не будет. Так и происходило. Другое дело, конечно, не левая нога была виновата, а какие-то дворцовые мысли президентов. Ну, теперь можно реконструировать, что с отставки Черномырдина началась операция поиск преемника. Касьянов ушел, как некоторые говорят, потому что в уши Путину заложили, что он претендует на нечто большее, нежели премьер-министр. Тоже ушел. Но обратите внимание, как уходят наши премьеры. Исключительно по каждому выступает по телевизору президент и говорит, я в целом доволен работой правительства. Спрашивается, чего ты их отправил в отставку. А непонятно. Вот мне так захотелось. Так вот, статья 111 Конституции предоставляет это эксклюзивное право президенту. То, чего не может быть по определению, потому что рушится вся система сдержек и противовесов. В той же Франции, например, правительство уходит в отставку только потому, что ему вынесена резолюция порицания, но по-нашему вот он недоверие. Либо по заявлению самого премьера. Все. Если резолюция порицания, то президент обязан правительство отправить в отставку, как бы оно ему не нравилось. Именно поэтому мы имели дело с президентом от одной партии и с правительством от другой партии. Это при Миттеране было и при раннем Шеране. Я бы мог, конечно, и о других говорить о рычагах, которые имеются у президента, но которых нет ни у одного другого центра власти. Но мы с вами видим не самодурство Путина или самодурство Медведева. И даже не просто самодурство общей бюрократии, если представить, что она все-таки давит на президента. Мы видим, что сами условия игры, правила игры, которые описаны в Конституции, того, как функционирует власть, они фактически даже, ну если не предписывают, то приглашают президента действовать вполне определенным образом. И если у нас президент, ну вот Путин особенно в последние дни заявил, ну это было известно, но вот сейчас особенно как бы ярко это стало после посещения кладбища, где он вполне достойных людей, и хорошо, что он там, если это он распорядился поставить надгробие, это прекрасно. Но он показал себя человеком, который, собственно говоря, сказал простую вещь. Я во вторую вашу статью, ну нашу, общую, я ее не принимаю вообще во внимание. А вторая статья, я напомню, гласит о том, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Это нельзя понимать примитивно, что вот любой человек, он пусть все горит, а вот вы мне выдайте мои права и все. Речь идет просто о том, что не человек для государства, а государство для человека. Поэтому Путин вот в последних заявлениях сказал, нет, человек для государства, жила бы страна родная, и все. А там, что бы внутри ни творилось, это не важно. Отсюда, естественно, произвол. И способов, кроме, абсолютно я согласен, кроме либо гражданского понимания вот этой аномалии, но его нет и по моим подсчетам вряд ли будет, либо изменения самих правил игры. Души во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья Без слез, без жизни, без любви Без слез, без жизни, без любви